Вы смотрите отзыв об отеле Коученко через Ортент Спа. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Натали85, который был в нем в 2010 году. Начну с того, что отдых в целом очень понравился, были на позитиве, поэтому не зацикливались на неприятных моментах. Приехав на остров после нескольких дней пребывания в Паттайе, обалдели, наконец, от спокойствия, чистоты и шаговой доступности моря, искренности населения, красоты вокруг. Отдыхали в Коученко через Ортент Спа вдвоем с мужем. Этот отель бронировали сами через Саади, по отзывам судили о нем хуже, чем он есть. Я даже расстроилась немного от некоторых высказываний с разных сайтов уже после бронирования. Все оказалось не так уж плохо, даже прекрасно за свои деньги. Отель располагается в самом центре Вайт Сэнд Бич. Мы остановились в стандартном номере, который располагается сразу у ворот отеля. Никаких неудобств по этому поводу не испытывали, часто даже сидели на террасе, хотя вида на море и не было. Зато была возможность парковать прокатный мотобайк прямо напротив двери. До ресторана, два шага до бассейна и лежаков тоже. Номер без излишеств, но очень чистый. Сложилось такое впечатление, что недавно после ремонта есть все, что нужно, чайник, сейф, фен туалетные принадлежности, белоснежная постельная и полотенце. Номером, хоть и скромным стандартом, мы остались довольны. Правда были насекомые в номере, крохотные муравьи, приползли на оставленную шоколадку, потом обитали в одном углу, дальше не распространялись и проблем не доставляли. Через день совсем исчезли. Так получилось, что к обслуживающему персоналу обращались мы часто, просили порезать фрукты, открыть вино, одолжить бокалы, нож, заказать такси и прочие на все сотрудники реагировали нормально. С удовольствием, бесплатно выполняли все просьбы, небольшие чаевые все равно оставляли. Во многих отзывах читала о том, что много народу у бассейна. Лежаков не найти, в море не войти из-за камней. Мне так не показалось. Приходили к бассейну в любое время, всегда находили себе лежаки. Народа и правда много, но в основном иностранцы, весьма спокойные и вежливые товарищи, шумно не было. По поводу камней, да есть камни, но можно отойти в сторону на 10 метров и наслаждаться хорошим заходом в море. До глубины идти недалеко. Море чистое, медуз не видели. Территория ухоженная, со множеством мостиков, фонариков и прудиков. Завтраки в отеле разнообразные, за 10 дней надо есть не успели, я даже не все успела попробовать на шведском столе. Приятно завтракать под плескание моря у самого порога ресторана. Обедали по-разному я в основном фруктами, 20 бат половины нарезанного ананаса и лепешками. 40 бат, которые местные делают на улицах на передвижных печках, сначала опасались их есть, а теперь очень скучаю по ним, ужинать можно хоть где. На всем побережье вечером столики стоят прямо на песке с разнообразными фонарями и подсветкой. В один из вечеров наблюдали свадьбу в ресторане Качи, ну и соответственно он был занят молодоженами. А если шум моря уже надоел, то куча кафе и ресторанов есть на улочке за отелями вдоль дороги. Мне показалось, что там цены ниже. Развлечений на острове немного и обо всем можно узнать из трансляции русского канала, очень уж назойливая и смешная реклама. Платно ездили только на сноркелинг по островам, прогулка в целом неплохая, но маски с трубками лучше иметь свои, мужу ни одна не подошла. В основном мы брали на прокат байк и катались по острову сами, объехали весь по почти по периметру, были на слоновьей ферме, на водопадах, смотровых площадках, различных храмах, парке экстремальных полетов по деревьям, альтернатива полета гиббона, рыбацкой деревне или просто искали уединенные пирсы и пляжи. Мотобайк стоит 200-400 бат. Лучше оставлять в залог право, так как если вдруг не отдадут их, то хоть проблем меньше и выехать из страны можно, и фотографировать имеющиеся повреждения перед арендой. Брали два раза в разных местах, сложности не возникло. Ездить иногда страшновато, есть узкий и крутой серпантин, но при разумной скорости все вполне безопасно. Из забавного, вдоль дорог иногда сидят обезьянки с голодными умоляющими глазами и неподалеку плакаты «Не кормите обезьян». Но не кормить так всякой гадостью, подумали мы, а бананами вполне можно. Как только первый фрукт оказался в лапах подбежавшейся мулянтки, она подняла дикий рёб, и отовсюду понабежало такое количество ее сородичей, что стало понятно, надо убегать. Крупные самцы скалились, рычали, пытались накинуться, а зубы у них приличные. От волнения мы аж байк завести долго не могли, еле удрали, так что мы как настоящие русские, которым мало прочитать предупреждения, надо попробовать. Вечером очень рекомендуем бар Сабай, White Sand Beach, недалеко от Качи в сторону парома. Там очень неплохо поет филиппинская группа, исполняют мировые хиты. Ходили слушать несколько раз, неподалеку от Удафайр-шоу, если кому-то интересно. А после очень приятно идти босиком по кромке воды и песку, а вокруг звезды и шум моря. В целом, остров спокойный, хотя гораздо более развит, чем, к примеру, Хакут. Но если ищите уединение, вам туда захочется цивилизации, тоже найдете. Да и отели на любой вкус и кошелек. Остров замечательный, вернемся еще, а с отелями можно смело экспериментировать. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok